Видос начинается сегодня нестандартно с нашего автомобиля. Тема какая? Первый раз мы взяли коммерческий заказ на изготовление одной классной штукенции. Вы очень часто спрашивали меня про откатные ворота, и в то время, когда я их делал, я еще не снимал свой канал. Поэтому у меня нет самой сборки. Я сейчас взял заказ на изготовление точно таких же ворот. Вот мы сейчас едем копать котлован, и, собственно, вы сейчас будете смотреть такими включениями, рывками. Возможно, какая-то часть даже будет зимой, потому что этот проект у меня не быстрый. Вот, и наблюдайте, все буду рассказывать, показывать, как могу. Справа сидит мой главный напарник в этом деле. Нет. Все, смотрите, музыка будет играть где-нибудь, и буду иногда включаться и рассказывать, как мы это все делали. Начнем с того, что идея взять на эту работу с собой сына была самая удачная. Во-первых, в узкой траншее ему было комфортнее, чем мне орудовать лопатой. Во-вторых, это отличное взаимодействие отца и сына с точки зрения воспитания и приучения к труду. Ну и третье, первые монеты на личные расходы, заработанные своим трудом и своими силами, тратить куда приятнее. В сети множество решений по организации траншеи для противовеса. Многие льют его в форме буквы «П», оставляя в середине грунт. Я посчитал, что будет в разы крепче сделать полное заполнение, тем более, что рядом находится овраг с той стороны и, возможно, некоторое промерзание грунта. Я обещал с вами делиться знаниями и информацией. Вот эта яма сейчас будет 2 на 500 на метр 60 в глубину. 1,6 куба в нее потом бетонно зальется. А вот здесь, по шнурке натянулись, вот здесь будет встречная опора, в которую будут въезжать потом сами ворота. Кстати, я даже не замерял размеры ворот. Сейчас посмотрим. Должно быть 4 метра. Но если что, мы там опору поставим поближе. Сюрприз ждал нас на другой стороне дороги. Я не предполагал, что под слоем земли мы встретим солидный отлив бетона. Видимо, ребята, которые заливали предыдущие ворота, не скупились на бетон. В комментариях вы много писали, что не проще было сделать перфоратором. Конечно же, проще, но я не предполагал, что такая проблема у меня может возникнуть и с собой перфоратор, собственно, не взял. Раздобыл лом у местного охранника и в полевых условиях вот таким образом мы смогли этот отлив отдолбить. Субтитры сделал DimaTorzok Ошибки дрожат. Также я не обозначил локацию. Мы работаем сейчас в садоводстве недалеко от города. И прежде чем мы с вами перейдем к изготовлению самих ворот, для дачников и самостройщиков у меня есть очень полезный гаджет. Сразу скажу, взял я его как раз для совместных работ с сыном. Парню пока тяжеловато тягать тачки с грунтовым весом под 100 килограмм. Эта штука с этим на ура справляется. Друзья, математика очень простая. Есть двое хрупких детей и одна начинающая садистка, то есть садоводка. То есть садоводчица. А также стройка, где они мне порой очень хотят помочь. Но вижу, как им это нелегко дается. Как оказалось, решение крайне простое. И оно 40-вольтовое. С передней максимальной скоростью в 4,2 км в час, а минимальной в 3,5. И задней скоростью в 2,4. Так, сын, дай барашек. Спасибо. Есть газовый упор подъема ковша, третье опорное колесо со стояночным тормозом. И временем работы от одного аккумулятора до целых 45 минут. Открывай. Высокая грузоподъемность до 100 килограммов. Гарантия в 2 года. И лучи счастья из глаз моих детей и жены. В следующем году мы начинаем копать бассейн. И Никита уже с нетерпением ждет начала работы. На видео вы видите, как он сейчас с большим энтузиазмом изучает новый агрегат. В общем, если хотим превратить полезный труд в развлечение и отдых для семьи, то решение есть Greenworks, G-Max для садоводов и строителей. Вообще, в прошлый раз возил ее с собой на объект по установке этих ворот. Но оказалось, что грунт не нужно было перевозить далеко, и мы бросали его в овраг. Но зато наша тачка оказалась чистой. Если честно, ее даже марать жалко. Выглядит просто бомбически. Сын, ну что, расскажи, как тебе? Да вообще прикольно. Вот только задним колесом бьется. У него есть задняя скорость, передняя, но я уже об этом говорил. Круто. Ну и по весу вот что он может. Легко 100 килограмм тянет. Но готов теперь бассейн копать. Ага. Конечно. Закрывай кузов. Лучше, наверное, вот так передает высоту. Вот. Короче, яма почти готова. Смотри. Вот осталось собрать это и все. Здесь еще песчаник, поэтому, скорее всего, морозного тут не будет никакого. Не должно быть. Да и даже если будет, мы сделали все по правилам. Вот мой главный прораб. Он копает на той стороне для приемной тележки. Да, сын? Итак, я приветствую вас, мои дорогие ценители стройки в зимний период. В общем, сегодня у нас второй выезд на объект, на коммерческий, который мы взяли. Вот. Первый раз мы с сыном так ушатались, то есть пять минут назад, которые вы видели. Ну, это было неимоверно. Наверное, все-таки вот это махание ломом, оно дает о себе знать. Я на следующий день был просто мертвецки ушатан. Наша задача сегодня сварить раму под эту яму. Далее мы это все установим и благополучно сегодня зальем. Ну, наверное, дождем зальем, я не знаю. Погода просто. А, это лайфхак. Взял с собой палатку. Ну, вот эту, в которой я мед продавал раньше на ярмарках. И в этой палатке буду варить. Ну, чтобы просто не залило меня дождем. Приехали. Располагаемся. Для тех, кто планирует проделать тот же самый путь, друзья, в прошлые два раза изготовления у себя и у родителей я делал все самостоятельно от рельсы и до тележек, по которым она ездит. То есть полностью все делал своими руками. Эти выпуски есть в плейлисте про забор. По-моему, про забор. В этот раз мы взяли фирменную рельсу и ролики. И мне кажется, что на сегодняшний день это решение лучше. Так как сейчас нет дефицита на комплектующие, как 10 лет назад. Ну и переплата будет уже не так ощутима. Да, если вам интересно, сколько в итоге выйдет вся конструкция и работы, то дайте знать в комментарии. Напишите наши те самые заветные четыре слова, которые продвигают канал и делают мне понятнее наше взаимодействие. А я уже отреагирую в следующем выпуске. Обязательно выложу смету на весь перечень работ и материалов. Сегодня мы ждем миксер и поэтому я в темпе монтирую закладные. Все выставляю по уровню и намертво привариваю площадку к вертикальным опорам. Как раз вовремя подъехал председатель принять работу и заодно помог в выставлении металлоконструкции по уровню. Все, друзья, встречаем, встречаем. Так, а вот и миксер. Заказали мы два куба бетона, потому как нам требуется полтора, но миксер возит кратные единицы. Предупредил председателя, что будут остатки, чтобы он выбрал место, куда их использовать. И, кстати, они как-то рационально даже, по-моему, использовали, потому что миксер уехал вглубь поселка и сделал там какую-то работу. Бетон заказывали с присадкой против разморожения состава марки М250. Ну все, заливаем и вибрируем. Не забудьте заложить закладные под электрику в тело вашего блока противовеса. Так будет намного удобнее, эстетичнее и практичнее в дальнейшей эксплуатации ваших ворот. Все, наконец-то мы это залили. Берем паузу на 2-3 недели для изготовления ворот. Как раз за это время бетон наберет силу и едем варить сами ворота. Кстати, завтра ожидается свежий снежок. Чувствую, будет весело работать. Итак, друзья, вводные данные. Проем у нас вышел 4,20. Но само полотно мы не можем сделать больше. Так как мы отталкиваемся от рельсы, которая покупная и она имеет длину 6 метров. Но мы заранее перезаложились на противовесе. И я смею предположить, что все будет работать как надо. Эти 20 сантиметров мы съели у противовеса. Кстати, ваши размеры могут отличаться от этих. Но для понимания выложу сюда фото с размерами, которые мы взяли за основу. Итак, я запиливаю углы под 45. Выставляю стапель по лазеру и начинаю обваривать конструкцию. В данной работе советую обратить особое внимание на такие вещи, как уровень всей плоскости, качественный сварной шов. И во избежание деформации металла при сварке рекомендую делать подтяжку струбциной. Для тех, кто сомневается в своих силах и думает делать или заказать эти ворота, не думайте, делайте. Друзья, у вас все обязательно получится. Друзья, у вас все. Так, сварили, переворачиваем и провариваем в обратную сторону. В избежание парусности конструкции, потому как такая штука у меня иногда присутствует, заказчик пожелал сделать заполнение прутом. Вот я его сейчас запилил. С расстоянием 144,7 у меня будет проходить здесь прут. Я уже не успеваю сегодня это сделать. Уже вечер, хочется немножко отдохнуть. Это будет в следующем видосе. Мы с вами доварим прут и установим эти ворота уже на место. Поэтому, друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Скоро, скоро все будет. Смету, если интересно, напишите в комментарии, я обязательно выложу. Ну все, до скорых встреч. Увидимся с вами буквально через неделю. Пока.